В Заурале еще шесть новых случаев заражения коронавирусом. Все заболевшие госпитализированы в инфекционную больницу. Об этом сообщает оперативный штаб региона. Пять случаев. Это в Альмениевском районе контактные граждане из домашнего очага по мужчине четвертому, который прибыл из Москвы. Сейчас в Альмениевском районе проводятся противоэпидемические мероприятия. Устанавливаются все возможные контакты мужчины. Всего там было зарегистрировано 23 контактных лица. У 18 из них отрицательные результаты. Еще один случай зарегистрирован в городе Шадринске. Это студентка, которая прибыла из Москвы домой к родителям. Круг контактных лиц также установлен. У всех взяты пробы на коронавирус. В данный момент семья инфицированной девушки находится на изоляции. Всего в Курганской области, получается, у нас зарегистрировано 10 случаев, подтвержденных лабораторно заболевания коронавирусной инфекцией. Через Уралия пытались вывезти порядка 800 бахил. Медицинские средства защиты везли из Санкт-Петербурга в Казахстан. Напомним, что данный товар запрещено вывозить из России. Суд принял решение конфисковать бахилы и передать их в Оперштаб региона. Об этом сообщили в пресс-службе Тюменской таможни. Стоит отметить, что в Оперштаб уже была передана изъятая ранее партия медицинских товаров. Более 46 тысяч медицинских перчаток и около полутора тонн антисептических средств. Зауральские школьники получат бесплатные продуктовые наборы. Они будут формироваться из расчета на один месяц. Об этом на встрече с волонтерами сообщил глава региона Вадим Шумков. На данный момент прорабатывается список продуктов и способ их доставки. Наборами планируют обеспечить 38 тысяч учеников из малоимущих семей, которые бесплатно питаются в школах. Напомним, что из-за коронавируса все школьники находятся на дистанционном обучении. Зауральцы чаще всех в стране теряют работу. Курганская область – лидер по проценту потери рабочих мест. За последние три года их количество уменьшилось на 10%. Такие данные рейтинга приводит агентство РИА Новости. За этот период регион потерял около 46 тысяч рабочих мест. При этом по числу созданных мест Зауралья находится только на 75-й строчке рейтинга. Наиболее благоприятная ситуация на рынке труда Москвы, Подмосковья и Краснодарского края. Там за это время появилось свыше 80 тысяч рабочих мест. Хуже всех дела в Пермском крае, Оренбургской области и Башкортостане. А в этих регионах граждане потеряли более 70 тысяч рабочих мест. В Кургане будут судить сотового мошенника. 29-летний, ранее судимый курганец, обманывал жителей других регионов. Мужчина звонил и представлялся сотрудником безопасности банка. Сообщал потерпевшим, что с их карт снимаются деньги и обещал решить эту проблему. После чего выманил у доверчивых граждан персональные данные банковской карты. Вводить людей в заблуждение злоумышленнику помогали девушки 23 и 26 лет. Всего за это время мошенники успели украсть порядка 180 тысяч рублей. Им грозит до 6 лет лишения свободы. Вышел на улицу, смсни. В Курганской области вводится пропускной режим. Об этом сообщили в оперативном штабе региона. Последовательно будет вводиться три вида разрешений на передвижение. Разрешат работать, ходить в магазин, обращаться в больницу или аптеку. А также выгуливать домашних животных и выносить мусор. Для данных целей не требуется смс-оповещение, но необходимо отметить, что вы должны при себе всегда иметь паспорт. Во всех остальных случаях придется обзавестись цифровым разрешением. Граждане должны будут отправлять смс на номер плюс семь девятьсот три семьсот шестьдесят семь двадцать шесть шестьдесят восемь с указанием цели выхода из дома. С более подробной информацией можно ознакомиться на сайте covid19kurganobl.ru. Несколько дней система будет работать в тестовом режиме, после этого будут применяться санкции. Здравствуйте, я редактор TV7, меня зовут Анастасия Ланская и в свободное от работы времени, которое появилось сейчас по известным всем причинам, я решила закончить свою картину, которую я начала уже очень много лет назад, просто не было времени ей заниматься, а сейчас оно появилось. Я рисую акриловым и красным. Площадку, платформу для рисования мне любезно предоставила моя мама на собственной кухне. Вдохновил меня на создание этой картины художник Марк Шагал. У него есть произведение, которое называется «Влюбленные над Парижем». Ну вот я постаралась, конечно, в технике премиудивизма немножечко это произвести. Вот такая у меня получается картина. Там человечки, которые влюбленные летят, тут башня, Печелева башня, тут же собор Сак-Рикер. Это открытое окно с видом на Париж. Это то, что доставляет мне радость. А еще у меня есть вот такая вот картина, которую я сделала тоже во время самоизоляции. Это сакура японская. Очень я вдохновляюсь японской культурой тоже. Сакура цветущая с такими вот милыми японскими птичками. И я на самом деле очень горжусь, что смогла нарисовать, и мне кажется, что это хорошо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Дело время о учебе час. Более 40% россиян в условиях карантина планируют заняться самообразованием. Такие данные получил в результате опроса своих клиентов в телеком-оператор Домру. Наши дети, наши внуки, они уже из школ, из детских садов пришли домой. Кроме этого, часть компании начала вводить удаленный доступ. В целом, по России, особенно в Москве, огромное количество людей переходит на удаленный доступ работы. И очевидно, что в этих условиях наша компания не могла не реагировать на эти процессы. И реагировать есть на что. Согласно тому же опросу, 14% людей переведены на удаленную работу из дома. В условиях высвободившегося из-за карантина времени, 57% респондентов планируют потратить его на сон. 56% готовы заняться просмотром развлекательного контента, 54% посвятить себя общению в социальных сетях и мессенджерах. Очевидно, что для таких потребностей необходима высокая скорость доступа к интернету. В Домру пошли навстречу своим клиентам и до 1 мая абсолютно всем бесплатно увеличили скорость доступа к сети до 100 мегабит в секунду. Для чего это сделано? Одно дело, когда наши любимые клиенты только вечером и по одному. Совсем другое дело, когда они весь день всей семьей могут собраться дома. Потому что общественные места закрываются, общественные разного рода события регулируются. Очевидно, что развлечение дома начинает приобретать огромное значение. Ну и кроме этого, мы сегодня не можем жить без интернета. По нашей информации, люди, находясь в квартире, 40-50% времени находятся внутри интернета. Но и это еще не все. С 23 марта по 30 апреля 2020 года для всех пользователей цифрового телевидения и сервисов Smart TV от Домру без дополнительной платы будет открыт доступ к лучшему образовательному, детскому, теле, досуговому и киноконтенту. А роутеры и фирменные телевизионные приставки оператора можно будет приобрести в центрах продаж и обслуживания клиентов в рассрочку с доступом к контенту на 12 месяцев. Любой кризис, он всегда и огромная возможность. Насладитесь счастьем быть вместе со своей семьей. Насладитесь счастьем открыть новые грани для себя, которые вы не могли раньше этого сделать, потому что были чрезмерно заняты. Посмотрите, может быть вы откроете новую возможность работать удаленно, работать в новых сферах, у вас будут новые возможности по образованию. Ну и самое главное, очевидно, что очень важно, чтобы вы чувствовали Домру с вами. О дополнительных мерах и инициативах Домру можно узнать на сайте domru.ru и по горячей линии компании 8 800 333 7000. Продолжение следует...